Порядка 3000 дефектов выявили на дорогах по Владарской области. За год полицейские обследовали 25 тысяч километров дорожного покрытия. Это свыше 1300 участков. За нарушение – штраф. К административной ответственности привлечены 274 должностных и юридических лица. Они должны казне более 10 миллионов тенге. За эти деньги, к слову, можно отремонтировать еще одну сельскую дорогу. Наказывают причем не только подрядчиков, но и акимов населенных пунктов. С начала текущего года 274 административного протокола составлены на должностные и юридические лица. На сумму более на 10 миллионов тысяч тенге. Из них внутри у нас имеется, где юридические и физические дельцы. Ответственность даже несет акимы в сельских округах, в населенных пунктах. Также вот самый крупный у нас для содержания дорогореспубликанского значения у нас филиал, поводарский филиал. Каш-сервис привлечен к административной ответственности, не выполнение требований и предписания на сумму 1 миллион 200. Более 1 миллиарда выделит Исламский банк развития Казахстану на водные проекты. Это самый крупный проект по масштабам финансирования за всю историю банка. Об этом сообщили в Ахорде. В рамках климатического саммита в Баку Хасымжомар Тухаев встретился с президентом Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джасером. Главы договорились о сотрудничестве. Речь идет о проекте развития водных ресурсов, устойчивых к изменению климата, в рамках которого в стране построят и модернизируют 8 водоемов, 1 контррегулятор и 115 каналов протяженностью 3 450 километров в семи областях. Это обеспечит устойчивое водоснабжение сельскохозяйственных земель площадью более 332 тысяч гектаров. Национальный банк заявил о готовности провести валютные интервенции для стабилизации курса тенге. На глобальных финансовых рынках появилась волатильность. Это вызвано победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Такие данные представила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдобекова. По ее словам, финансовая организация внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке и готова принять меры. Кроме того, она рассказывает, что сейчас также цены на нефть немного снизились с уровня 74,75 долларов за баррель до 71 доллара 83 центов. Это может привести к убытку предложения на рынке. Кроме того, укрепление доллара традиционно негативно влияет в ценовом плане на сырьевые товары. Более 100 тысяч фальшивых долларов пытались сбыть в Алматы. Незаконной деятельностью занималась группа лиц. Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. Сколько фальшивомонетчиков задержанных, кто занимался изготовлением зеленых банкнот, не разглашается. Известно только то, что в ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления обнаружены еще поддельные доллары в количестве 149. Хотели сбыть фальшивые деньги и на западе страны. В Уральской группа лиц подозревается в сбытии фальшивых 25 тысяч долларов и 10 тысяч евро в одном из лотерейных клубов. На данные денежные средства подозреваемые лица пополнили счета для осуществления ставок. Все злоумышленники находятся под арестом. С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1060 фальшивых банкнот. Из них национальной валюте 141 штука на сумму 647 тысяч тенге. 905 купюр на 90 тысяч 400 долларов США. 4 купюры на 2000 евро. 10 купюр на сумму 1000 юаней. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 миллионов тенге. У помощников интернет-мошенников можно отсудить переведенные им деньги. Число таких исков в стране за два года выросло почти втрое. Такие данные приводят в Верховном суде Казахстана. По данным представителей Фемиды, в гражданские суды поступают две категории исков о взыскании необоснованного обогащения с дроперов и по требованиям граждан к банкам и МФО. Если в суде доказан факт поступления денег на счета дроперов, не подтвердивших основания для их получения, они обязаны их вернуть. Такая практика выработана с начала года и способствует профилактике участия граждан в мошеннических схемах. В Казнете распространяются видео по задержанию принудительной доставки молодых людей в местные органы военного управления. Инцидент прокомментировали в Министерстве обороны. Представители ведомства оправдались. Когда вручить повестку лично в руки не удается, за обеспечение явки молодых людей берутся сотрудники полиции. Они также заявили, что у них возникают дополнительные сложности с учетом призывников, так как многие из них не живут по месту прописки и не регистрируются по новому адресу, как того требует закон. В Минобороны отметили, что призывная комиссия лишь определяет статус лица. После принудительной доставки молодого человека могут отпустить домой, если оснований для призыва на срочную службу нет. Если же есть, его ждет медкомиссия и прочие процедуры в рамках призыва. При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают им сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительные задержания и доставку. Порядка 350 тысяч газовых баллонов в Казахстане представляют опасность. Такие данные в правительстве представы министра по чрезвычайным ситуациям Ченгизаринов. По его словам, одной из распространенных причин гибели людей является неправильное использование бытового газа, что приводит к взрывам. Сейчас население, нарушая закон, заправляет газовые баллоны на автозаправках. При этом наибольшая их часть подлежит утилизации. Кроме того, министр рассказал, что с 2021 года в домах казахстанцев установлено свыше 107 тысяч датчиков, которые позволяют на ранних стадиях предупредить человека об опасности угарного газа. Датчики сработали 55 раз, тем самым предотвращена гибель 248 человек. Министр также предлагает усилить контроль над соблюдением безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового оборудования. В Шымкенте жильцы недовольны высокой стоимостью ремонта дома. Жители многоэтажки в микрорайоне «Восток» протестуют против капитального ремонта стоимостью 90 миллионов тенге. Они считают лишними работы по канализации, отоплению и электропроводке. Требу оставить только ремонт крыши. Ведь сумма в конечном итоге ляжет на собственников квартир. Вот смотри, что, мне 70 с лишним лет. Я могу делать ремонт? Не могу. Я одна, муж нету. На сегодня подрядчики при управлении жилья начали строительные работы и собираются их завершить. За несколько недель дыры в крыше будут отремонтированы и модернизированы. Однако жители говорят, их не предупредили. Согласно договору, в течение 15 лет каждая семья должна выплачивать по 15 тысяч тенге. Теперь жители требуют пересмотра стоимости капитального ремонта, который составил 90 миллионов тенге. Они настаивают на ускорении решения по сумме проекта. В случае, если их требования не будут удовлетворены, они намерены подать заявление о прекращении строительных работ и обратиться в суд. В Кыргызстане арестовали группировку, которая планировала насильственный захват власти в день выборов в местные советы. Они намечены на 17 ноября. По данным МВД страны, среди задержанных есть и иностранцы, которые участвовали в боевых действиях на территории другого государства. Основным организатором назван бывший генпрокурор Кыргызстана. В его задачу, как утверждают, в МВД входило финансовое обеспечение, связь с правоохранительными органами, передачу добытой информации об их действиях, распределение ролей и координация при массовых беспорядках и захвате власти. По версии следствия, призывать к актам насилия подозреваемые планировали во время спортивных игр и других соревнований в пригороде Бишкека. В ходе мероприятия фигуранты намеревались выдвигать антиконституционные призывы с целью дестабилизации обстановки. Миллиардер Илон Маски, бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами возглавит новый департамент эффективности правительства США. О новых назначениях сообщил избранный президент Дональд Трамп. По его данным, эти кандидатуры помогут новой администрации ликвидировать правительственную бюрократию, сократить избыточные нормативные акты и расточительные расходы, а также реструктуризировать федеральные агентства. После заявления Трампа о создании нового департамента Маск пообещал публиковать отчет о всех действиях ведомства в интернете для прозрачности. Он также пообещал составить таблицу лидеров по самым глупым тратам налоговых средств. Тем временем Трамп выдвинул ведущего Fox News и ветерана армии Пита Хексита на пост министра обороны. По его мнению, Хексит будет сторонником политики «Мир через силу». Прежде чем стать ведущим Fox News, он служил в Ираке и Афганистане. Кроме того, стало известно и о назначении инвестора из Флориды Стивена Уиткоффа спецпосланником на Ближнем Востоке. Трамп также назначил бывшего губернатора штата Арканзаса Майка Хакаби новым послом США в Израиле. Этот год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В связи с чем, по данным Всемирной метеорологической организации, ускорилось повышение уровня океана. За последние 10 лет средний глобальный уровень воды повысился почти на 4 сантиметра 8 миллиметров. Это более чем в два раза больше скорости повышения, которая была зафиксирована с 1993 по 2002 годы, отмечают специалисты. Более того, в прошлом году ледники потеряли рекордное количество льда – более 1 метра в водном эквиваленте, что примерно в 5 раз больше объема воды Мертвого моря. Это самая большая потеря за весь период изменений, то есть за 70 лет, и температура воды в океанах продолжает повышаться. В прошлом году она достигла самой высокой отметки за всю историю наблюдений. По предварительным данным, в этом году эти темпы сохранятся на таком же уровне.